в начале день на то есть нам надо будет сказать теперь эксперт еще раз я являюсь куратором из проектов у нас есть учебный центр который в своей лицензии имеет несколько направлений это у нас охрана труда пожарная безопасность это у нас принимательская деятельность ООС охрана окружающей среды и чего то еще в общем проект по дистанционному обучению он запущен для того чтобы увеличить денежный поток в компанию что сделано было вернее как сейчас продвигается дистанционное обучение активные продажи можно сказать то есть это рассылка коммерческих предложений и обзвон предприятий ну в принципе как бы наша целевая аудитория получается являются все предприятия города потому что как бы охрана труда обязательная абсолютно вещь и по моему три человека с каждой компании должны быть обязательно обучены то есть иметь корочки вот это мероприятие должно совершаться каждые по моему три года три три да через три года в администрации проводим районные вот у нас так проходит в администрации есть специальные семинары нет у нас вот наши учебные центры специализируются на обучение охране труда плюс повышение квалификации много в принципе мы сейчас получаем дистанционное обучение чтобы расширить область не только Новосибирск захватить но и близлежащие там и не совсем близлежащие не обязательно то есть как бы у нас технология прописана по прохождению дистанционного обучения то есть она включает в себя что человек присылает заявку оплачивает ему высылается материал который он изучает у себя в любое удобное для него время в любом удобном месте то есть ему не нужно тратить деньги на командировку и в общем он высылает эти прелести и собственно говоря потом он протестированием высылается тест если у него есть вопросы он может их задать по скайпу либо по электронной почте ну и в принципе как бы при прохождении этих тестов он их заполняет и если там какой-то процент то есть выполнен то ему высылается в общем удостоверение экспресс почта или как-то обычная почта уже подоградилась вопрос как раз по каналам продвижения как продвигать дистанционное обучение потому что это все таки как бы менее затратный способ привлечения клиентов в том смысле что не нужно пользоваться услугами преподавателей то есть то есть вопрос на недельную поддержку это как продвигать дистанционное обучение вы начните с того что люди которые пришли в дистанционное обучение во первых спрашивают почему они выбрали такой формат а во вторых собирайте максимальные отзывы и потом эти отзывы вы сможете предлагать как рекламу то есть там возможно видеоролики то есть как бы используйте уже людей которые обучаются у вас удаленно а как и людей которые могут быть вашей рекламы то есть снимайте с ним видеоролики пишите отзывы потому что есть определенное недоверие с основным обучением и качество такого обучения вы сможете это сделать на электронных примерах это будет дешевле и среди людей которые приходят у вас обучаться лично старайтесь практически у всех спросить то есть у нас есть такое обучение вы пришли мы вам предлагаем ну было бы вам интересно или нет если интересно почему если интересно не почему потом если есть возможность покажите отзывы видео и бумажными те кто обучались и спросите а нет у вас желания перейти мы даже можем сделать скидку каким образом вы сделаете первичное маркетинговое исследование отнестины не затратны что мотивирует людей обучаться удаленно и почему люди которые приходят лично хотя могут и так далее и на основе этой информации вам будет уже проще понимать где то направление в котором умеет смысл влиться а существует сайт на котором пишется предприятие которое подлежат проверке по этой инспекции совершенно спокойно заходить звонить на предприятие предполагая что сейчас компания будет быстро очень приводить все в порядок вкладывать деньги соответственно предлагать эти услуги они будут востребованы то есть компания уже подготовлена то есть ты знаешь да ну могу спросить точно знаю что есть могу спросить список ну вообще подружиться с инспекцией проверяющая охрану труда ну как вариант сотрудники которые должны это умеете знать если проходит обучение так сказать точно они тратят свое рабочее время и соответственно рабочее время компании предложила последствия руководителям что мы будем обучать ваших сотрудников инвестиционных при этом сотрудник на рабочем месте ну вот в кафе так и пишется предложение что у нас все четко прописано что это дополнение к эрике охрана труда это же один из пунктов когда поучат лицензию там разные должны быть сданы нормативы в том числе охранить труда то есть не только те кто проверку проходит но и тех кто лицензии в случае это загружиться с фирмами которые занимаются как раз вот этим вот лицензированием да или консалтейнеры фирмами которые оказывают услуги по лицензированию ну или то кто сам проходит лицензированные алкогольные компании не регулярно проходят эти проверки потому что у нас такая, ну, есть другие, думаю, только алкогольные. Да тут вот, понимаете, получается, что любое предприятие сейчас усилились вот эти все меры, и даже те компании, которые не являются производственными, там, еще какими-то жесткими условиями труда, сейчас даже управляющие компании стоят вот в этом реестре на проверку. Они все, все. Они все стоят, поэтому вообще вам надо, не знаю, какого вы бомбардировкой делаете. Да, а мы и расшиваем, собственно, просто вот тут. Когда вы учите, попробуйте сделать не рассылку, а другой формат, сделайте формат конференции. Причем поставьте вопрос так, что обязали всех, это стоит дорого это время, что делать? Может быть, проведите его не одни, а вот именно возьмите компании, которые могут стать вашим провадерами. Тогда вы сможете провести мероприятие городского масштаба, и вы будете не продавать услуги рассылкой, а приглашать на мероприятие, именно где поможете решить, то есть будет видеть то, что много компаний, опять же, заручить его с поддержкой. То есть люди, которые организуют эти проверки, кто информирует, посмотрите, с кем вам лучше, то есть они могут стать инициаторами помощи, информирования об этом. То есть если вы сделаете не монопольное большое мероприятие городского уровня, где будут представлены разные провадеры, вы тогда сможете заручиться поддержкой государственных учреждений, то есть тем, кто это организует. То есть вы рекомендуете, правильно я вас понимаю, несколько компаний пригласить, которые занимаются вот этим вот учением? Да, чем больше, тем лучше, но выбирайте так, чтобы ваших привыковых конкурентов не было. Допустим, пригласите всех, но только чтобы там не было удаленного. То есть таким образом у людей будет выбор, но вы... Единственное, которое оказывает удаленный... Да, да, допустим, не стесняйтесь конкурентов, и если вы будете потом с муниципальными учреждениями разговаривать, чтобы они помогли вам провести, допустим, ну я просто не знаю, кто является контролирующим органом по данным вещам, кто их контролирует? Ну проверки эти проводят. Министерство труда, хран-туда? Министерство хран-туда, да. А, ну тем более с министерством пообщаться. Если вы там выйдете на одного человека, он вам может отказать, ну вот особенно системы, можно сказать, там есть еще ряд замов вниз, порой зам, на самом деле, организует всю работу по городу или региону. А это руководство, оно такое формальное, честно говоря, ради от своих личных выгодов все свои проблемы решает. Поэтому, то есть, если вы выйдете официально на людей одного уровня, они вам скажут, вы можете начать пускаться потихоньку ниже и выйти на реальных исполнителей. Реальные исполнители очень часто заинтересованы, а эти люди, ну, их не всегда видно, они не всегда как будут. Они, в общем, занимаются решением проблем, а не раздачей информации о том, что они такие занимаются. Ну, это реально, в министерстве. А что продам? Может, Эрики, по поводу того, что с кем-то загружиться, то пакет, который можно включить в свою услугу. То есть, они все равно продают что-то большое, лицензирование, еще что-то. И для них легче, и для них конкурентное преимущество. Пакет включено, там, обучение охранника, да. И вы свою копеечку сразу включаете, они продают пакетное. И всем хорошо от этого. Спасибо. Можно как пользователю, да, этой системы. Чаще всего, когда принимается решение, да, нужно обучить персонал охране труда. Что делаешь? Выходишь в поисковик. И как делается? Именно на тот момент этот... И я не знаю, как вы должны быть выделены, что вы дистанционно. Если я смотрю этот список, я как выбиратель того, где я буду обучаться, мне важно было минимум потраченного моего времени, да, выезда, особенно мы учились там на фабричной, ехать неудобно и так далее. По второму кругу я, скорее всего, туда же бы и поехала, потому что у меня уже там контакты, договоры, все это есть. Но иногда мониторю, где дешевле, где еще что-то. И вот я бы выбирала список, увидела дистанционно. А, никуда ехать не надо, слава богу. Я бы его взяла. То есть в Дубльгисе, да? Не знаю, вот... Это называется... Здесь я не до конца сейчас принимаю решение, но у меня было два момента, когда я принимала лично сама решение, куда мне поехать, ну, отправить сотрудников, причем всю команду. Ну вот из канала... Не знаю, в каких поисковиках я в Дубльгисе. Дистанционно, сразу бы туда пошла. Это если с поисковиками мы работаем, то на запрос обучения охраны труда, вот, в начале заголовка страницы, тогда нужно просто прописать, ну, грамотно ставить страницу, чтобы было слово дистанционно. Да, я вот... Не знаю тонкости, но я бы на это обратила внимание. На страницах обычно пишут строку, в которых в словосочетании это встречается, а под ней еще несколько слов, несколько строк самого текста. Вот туда, в самом начале ставить слово. Ну вот это ты мне потом расскажешь. Моги. Подруги, да. Эй, там мысль. Смотри, ты же ходишь вот сюда, да, там, еще куда-то. Ты возьми, у нас все с пузырьками, обучение ТТТ, дистанционно, все, телефон, адрес. И вот, ну, ты же ходишь на группы, раздавай там людям всем. Более того, можно, да, вот тогда вот абстрактную штуку. Вот это очень хорошая мысль по поводу экономии времени. Можно даже так пытаться позиционировать, что вы сэкономите время столько, что человека часы, вот ваши затраты, они просто-напросто окупят. Вы там получаете, грубо говоря, я не знаю, 50 тысяч рублей, да, вы сэкономите 5 часов, и это бах, а оказывается, что стоимость дистанционного обучения эквивалентна сэкономим время, сэкономим время, и вообще, я бы перевернул бы тогда, либо саму визитку, либо компрент, и начать не с того, что дистанционно, а просто в наглое говорить, мы сэкономим время, начать вообще с другого. Ну, как фраза, которая очень сильно. Мы дарим, вообще, мы вам дарим время, мы вам дарим его. Хочу пробовать мысль Романа, да, то есть, слово дистанционно заменить там 5, 10, 20 синонимов. Под какую работу они покупают? Их нужно как-то по потрошению добраться, то там время экономить, кому-то нужно эти срочные знания, как-то для скорости, ну, из серии, там, куплю диплом на высшем образовании, да, что-то вот там в духе, что им нужно, для какой работы, или нужно проверку пройти. Вы еще таким образом накопаете 25, может быть, каких-то совсем других. Это можно использовать в рекламе, соответственно, как продвигать. Для кого-то дистанционно какое-то длинное, абстрактное слово. Им можно заменить, что-то другим. Ну, соответственно, за уйти от шаблона, который на рынке уже существует. Ну, есть шаблон, да, дистанционно. Пользователем являются не только директор, но и персональщики. Во многих компаниях за охрану труда отвечают персональщики или производственники. Здесь надо просто с целевой аудиторией еще определиться, и у них будут разные потребности. Ну и разные входы. Как возможный канал. Через такой слой, как профсоюз. Как возможный канал, и вот эти вот. Это вот тот вход, который тоже может где-то работать. Да, у нас через профсоюз обучаем. Через профсоюз. Как возможный канал распространения информации об этой форме обучения журналу для директоров, для HR-ов, для специалистов по ТАИТБ и другие такие целевые. Выпуск своего журнала. Может быть, там статью. Нет, можно журнал, можно листов, которые постоянно будет более конкурсов. Вообще сделать мультик вот с дистанционным образованием, мне кажется, сюда ассоциируется некая зрелищность. И вот если искать что-то такое зрелищное, да, то есть глаза смотрят, они должны какую-то привлекаловку на фоне других каких-то других программ, что ты вот посмотрел, как это быстро работает, и, возможно, на это пошел. Мультик по охране труда, да, нужно навязать вообще. Да. Чтобы не скучно, это же все равно очень сильный вид. Да. Прокровь там. Да. Под кирпичей надо выпадать. Обучение техники безопасности во сне. Вы все равно успеете на рабочем месте, почему бы вам не пройти обучение? А у нас что-то по-другому? Это ваш сон, ваш работник работает и учится, да? Да. У меня такое суть. Если вы не ваши пациенты, скажем так, те, которые не владеют компьютером, они очень слабы. Есть такие, которые охрана труда не мдаются, но они компьютером не владеют. Конечно. Я думаю, что их достаточно большое количество. И как еще не знаем, но вы подумаете, как тема, как вопрос себе запишите. Что сделать? Вроде дистанционно, вроде они не приводят, но они через компьютер, потому что компьютера нет. Вы к ним приезжаете, какие-то, не знаю, методички какие-то им привозите, просто не через компьютер они это прочитали через экран, а вот вы доставили, привезли. Но она вроде как дистанционно группа не собирает времени тратить. Но компьютера нет, а функция выполняет. А вот что ты, разом, 3 года какие-то скидки делаете? Или вот они первый раз покупают, потом скидка? Скидки делаем от количества человек, то есть от 3 человек уже скидка идет. А вот если через год? Если через год, ну во-первых, не через год, а через 3, то есть есть такая услуга как бы оповещения о том, что у вас заканчиваются удостоверения, то есть, ну и потом как бы за ту же цену, да? То есть не привязываются? Ну, и надо подумать, просто у нас не было таких дистанционно, да, автоматурно. Еще один момент, как человек, работающий с ВИИ, а среди кондингентов, которые захочут обучаться, есть люди, у которых есть компьютеры, но они с ними не дружат. Поэтому если вы везде будете писать о том, что у вас помимо дистанционного, еще полное техническое сопровождение для людей с абсолютным изменением работать на компьютере, вы тем самым принадлежите возрастной сегмент, который с ним плохо дружат. То есть осуществить удаленную техподдержку, у кого-то, что настройки и так далее, это легко. То есть файл там по почте принять, они смогут, чтобы там удаленную, в вашем стиле-инстраторе могла там включить, настройки и так далее. Поэтому обязательно, где говорите, что удалено через компьютер, то, что вы берете полную техподдержку на себя. Ну и хорошо будет в таком дружественном формате, для тех, кто не имеет, из серии кнопочку нажал, там какая-то физиономия, нажми теперь большую кнопку, теперь там большую, 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 большую. Ну и что же делать для тех, кто не крутит с компьютерами? До появления интернета существовала форма дистанционного образования и с использованием почты России. Может быть, для этих людей это будет уже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человек обучился, например, через месяц, через два, вы его тестируете еще раз. Да, чтобы вы будете из-за качества обучения, и вы его протестируете еще раз. Потом, в сопровождении, после обучения, вдруг нужен какой-то там журнал, да, вот они лично там заполняют, где его взять, купить и распечатать, или еще что. То есть в какое-то время, там полгода, может быть, весь год вы его будете поддерживать в той или иной ситуации, потому что из интернативных, ну, много вопросов, шаблоны там, например, нужно разрабатывать. Ну, сколько здесь будет. Да. Вот сопровождение... Для прошедших обучения какой-то пароль, где на сайте те документы, которые невозможны, то есть обновление документов производится регулярно, они у вас развещены на сайте, те, кто прошли обучение, вот эти небольшие изменения, дополнения получают, либо получают скидки на последующие вот эти самые небольшие изменения. Потому что три года это долго, а какие-то реальные случаи... И там же вы должны доплатить бесплатные информирования, об изменениях и правила для прошедших. Аутсорсинг со скидкой. И еще, еще такой, есть организация, они вот по советской какому-то, например, железная дорога, я точно знаю, там очень сильная вот эта служба, и если прийти и сказать, можно у вас дистанционно обсудить, и попытаться вот те, ну, ограничения, да, которые невозможны. Ну, точно там, они начнут на качество, там, никто не... Вы поговорите с такими организациями, у которых эта служба, ну, в принципе, вы знаете, как. Ну, хочется наш. У железной дороги точно очень сильный, там, отдел кадров у них, потому что случайной дороги не очень-то разбирать. Главное, если вам откажут, вы имеете в виду, что-то неистниче в компании очень часто, когда выходишь, просто это лично он в этом не заинтересован, а людей заинтересованных там, может быть, он... И еще одна идея, дайте возможность зарабатывать другим на продаже ваших курсов. То есть, учите и разработайте партнерскую программу. То есть, тот человек, который привел вам клиенты, и клиент говорит, я пришел благодаря ему, тому человеку, заплатить часть клиентов, которые он... Да, и с тобой общается. Это первая идея, и вторая идея. Вот такая, как железная дорога, у них на уникальной своей службы, и так далее, и так далее. Продайте лицензию на право обучать дистанционно внутри. То есть, компания создает свою службу, сами и сами обучают, вы им продаете франчайзи на право дистанционно обучать своих сотрудников. И, то есть, корочки там ставите вы печати, но обучают они сами. Это стоит дешевле для них на сотрудника, но для вас это, в принципе, может быть большим доходом. Потому что, так бы они вообще к нам не обратились. Понятно, спасибо. Ой, еще дверь. Еще. Я быстро, как пользователь, что было мне важно. Мы обучались, тема огромнейшая, да, охрана труда, и точно не знаешь. И вот была востребована такая услуга по конкретному вопросу, возможность задать углубленный вопрос после уже. Ты получил корочки, прошло время, и тут у тебя вопрос прямо в точку. И вот возможность кому-то позвонить и консультацию по одному углубленному вопросу задать. Или на сайте. Или на сайте обсудить, а раньше меньше сайтов, но именно один конкретный вопрос дать бесплатную или там со скидкой консультацию глубокую. И вообще свой клуб сформировать. Те, кто прошел в клуб. Я еще хотела добавить. У нас есть аналогичные, вот кто продает похожие услуги, опять же присоединится. Продают там, Микушина ведет эти кадровые дела производства изменений в трудовом законодательстве. Они очень близко связаны. Потому что изменения в одном влечет всегда изменения в другом. Вот, либо, чтобы она могла, ну как порекомендовать, потому что она там на своих курсах, она собирает там по 200-300 человек, людей, которые специализируются по близким темам. Вот для того, чтобы информация заходила в компанию разными путями. То есть присоединяться к каким-то вот обучающим семинарам, курсам, конференциям. Потому что на Микушину точно идут за авторитетом. Да, если она... Ну вот, я назвала Микушину, на принципе, там несколько таких. Ну да, да, да. Ну и последняя дурацкая идея. Это вип-формат для продвинутых. Для тех, у кого есть компьютер, не знают, как с ним работать, не любят читать тексты. Видеополучение, видеоконференция. Или аудио для тех, кто в машине. Давайте потом там в промо-постоянном стоят. Успел. Успел. А, вы уже садитесь. Душ тоже. Да, вообще, он у вас записывал. Прямо себе. Что было за ним? Я жутко благодарна. На самом деле, куча идей, о которых я даже не задумывалась. на самом деле. Я, в общем, буду работать. Что особенно у тебя есть с этого списка? Вот аудио, вообще, вот видеокурс, это прямо тема. О том, что нужно еще. Вот партнерская программа. Партнерство с близлежащими, обучающими программами и людьми. О том, что еще. Подружиться с теми, кто выдает лицензии, с инспекцией по охране труда. Вот, ну прям, я думаю, что это интересно. Давайте поблагодарим Маргариту. Парнию. Прямо буквально... Сколько страниц.